В эфире программа «Область новостей». В студии Полина Мотовникова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Массовая проверка ремней безопасности. А почему на переднем сидении? С 12 лет только можно. 6 человек погибли и 30, включая 6 детей в возрасте до 16 лет, получили различные травмы. Расскажем, в каких точках Тамбова работают инспекторы ГИБДД и что грозит нарушителям правил. Водителю грозит административная ответственность и штраф в размере 1000 рублей. В поселке Трегуляй в этом году укрепят берег близ Иоанна Предтеченского мужского монастыря. Берег мы спасем, храмы наши никуда не ждут. Дренажная система смонтирована, своей очереди ждут трубы-шпунты. Самоопасный участок это у нас около храма, но я думаю, мы справимся. Завершить работы в Трегуляе планируют в июле этого года. По крайней мере, подрядчик обещает, что выглядеть все это будет довольно эстетично. Лесовосстановительные работы в Тамбовской области начинаются раньше срока. По воззаданию у нас нужно посадить 70 гектар. Чтобы подготовить саженцы к переезду в лес, у специалистов есть всего 2-3 недели. Верхняя часть, ничего в этом нет страшного. Главное, чтобы не роскорить. Тонкости процесса в репортаже Олесе Павловой. Перед посадкой необходимо правильно подготовить почву, убрать нежелательную растительность, пни и камни. В Тамбовском драматическом ставят Зощенко. Это будет такое хорошее хулиганство в рамках. В костюмах и декорациях отражение самого загадочного русского авангардиста. Мы взяли этого художника и сделали его как принт на наши костюмы. Хочется сразу показать шею, надеть украшения. История переплетения трех произведений. Я стою против таких свадьбин. Три дня знакомые и старайтесь, пожалуйста, вдруг муж и жена. В регионе проводится массовая проверка ремней безопасности. В Тамбове сотрудники ГИБДД стоят на постах в разных точках города. Утром и вечером. То, как автолюбители областного центра нарушают правила, увидела Полина Болотова. Только на Степана Разина до 12 часов дня выявлено больше пяти нарушений со стороны водителей. Отдельно сотрудники правопорядка отмечают халатное отношение к безопасности маленьких пассажиров. Проверка документов водительская на машину ваших. Достаньте водительскую, чтобы все без обложки все было. На автомобиль. Диалог завершился штрафом. За перевозку ребенка без детского кресла этому водителю придется заплатить 3000 рублей. В Тамбове профилактическую работу с водителями ведут на двух точках. Несколько экипажей дежурят на улице Степана Разина и на перекрестке Карла Маркса и Пролетарской. Участки выбирают в зависимости от уровня аварийности на них. По статистике, каждый пятый погибший в ДТП в этом году был не пристегнут. С начала года на территории Тамбовской области зарегистрировано 20 таких автоаварий. При этом 6 человек погибли и 30, включая 6 детей в возрасте до 16 лет, получили различные травмы. Массовая проверка ремней безопасности проходит в рамках месячника безопасности дорожного движения и продлится до конца апреля. За отсутствие ремней безопасности и перевозку непристегнутого пассажира водителю грозит административная ответственность и штраф в размере 1000 рублей. Пассажиры тоже должны заботиться о собственной безопасности. Штраф для непристегнутого пассажира составляет 500 рублей. Полина Булатова, Олег Осипов, Рамазан Ружмагомедов. Область новостей. Энергообъекты областного центра переходят на летний режим работы. Постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля подписал глава администрации Тамбова Максим Косенков. Энергетикам предстоит перевести генерирующее оборудование станции, а также центрального теплового пункта на летний режим работы и отключить насосные станции, помогающие поставлять теплоноситель в северную часть города в отопительном сезоне. Сразу после завершения отопительного сезона стартуют ежегодные гидравлические испытания тепловых тетей. О сроках отключения горячей воды можно узнать на сайте ресурса поставщика или на сайте нашей телекомпании tvtombov.ru. В поселке Трегуляй городского округа Тамбов в этом году укрепят берег близ Иоанна Предтеченского мужского монастыря. Сейчас, когда вдоль Цны как раз идут работы, территорию посетил глава региона Максим Егоров. Моя коллега Юлия Савушкина также побывала на месте и узнала, насколько важно завершить укрепление вовремя. Специалисты и тяжелая техника на берегу Цны готовятся к большой работе. Основная задача – укрепить береговую линию вблизи Иоанна Предтеченского мужского монастыря. Подрядчик уже почти закончил демонтаж старого укрепления. Остатки грунта постепенно вывозят с площадки. В своей очереди ждут трубы шпунты. Встав в единую конструкцию, они и будут держать берег. И здесь будет находиться у нас по всему берегу, вплоть до купели, новый берег укрепления, забивание шпунтов, которым мы представим материал. Сколько у нас по 141 метр? 141 метр, да. Самый опасный участок выбрали? Самый опасный участок – это у нас около храма. Но я думаю, мы справимся, никаких трудностей не возникнет у нас. Строители уже успели смонтировать дренажную систему для отвода поверхностных вод. Все работы в комплексе позволят обезопасить территорию от подтоплений. А они во время сильного весеннего паводка здесь не редкость. При этом, подмыв берега, в период половодья может деформировать основание здания церкви. На берега укрепления из федерального и областного бюджетов направили свыше 140 миллионов рублей. Вот эту зону впоследствии дополнительно укрепят специальной плиткой. Здесь речь уже не только о безопасности и экологии, но и о благоустройстве, по крайней мере. Подрядчик обещает, что выглядеть все это будет довольно эстетично. Глава региона Максим Егоров, осмотрев площадку, отметил, что завершить работы на берегу необходимо в срок. Местные жители при этом пообещали контролировать, как продвигаются процессы со своей стороны. Берег мы спасем. Храмы наши никуда не уйдут, потому что были большие вопросы. Практически в некоторых случаях у нас на дне стоял часть того, что если был большой подъем воды, то мы могли потерять часть берега и часть конструкции. Это очень важно, что мы проводим такие работы на берегу нашей прекрасной реки Цна. И напомню, что в этом году в черте города будет расчистка русла. По плану завершить берега укрепления в Трегуляе должны в июле этого года. Работы же по расчистке Цны рассчитаны на несколько лет. Всего будет расчищено более 8,5 километров русла реки. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарев, Область новостей. Весенние лесовосстановительные работы в Тамбовской области начинаются раньше срока. Хорошие погодные условия позволяют уже сейчас готовить саженцы к переезду в лес. Моя коллега Олеся Павлова отправилась в Тамбовский лесхоз, чтобы узнать, с чего начинаются работы и как готовится посадка молодых сосен. Мы с вами находимся на территории питомника Тамбовского лесхоза. Наш питомник расположен в пригородном участковом лесничестве. Площадь питомника составляет 0,3 сотки. На этой территории красуются годовалые сосны в количестве 180 тысяч штук. Они и есть тот посадочный материал, который заготовили для лесовосстановления. Их высадят на подготовленных площадях лесного массива Тамбовского лесхоза. В 2024 году план по госзаданию у нас нужно посадить 70 гектар. Средний на одном гектаре высаживается от 4 800 до 5 200 штучек вот этих наших, так сказать, молодых сосен. Годовалых. Да, 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 годовалых. Дополнение тоже у нас, дополнение лесных культур происходит двухлетней. Это у нас есть другой питомник, который расположен в селе Столовом. С началом весны работы у сотрудников лесного хозяйства становится еще больше. Лесовосстановление в приоритете. Есть 2-3 недели, чтобы подготовить саженца к переезду в лес. При этом нужно учесть все нюансы. Вегетационный период наступает в апреле и заканчивается где-то в октябре месяце. То есть в тот момент, когда дерево находится, ну, оно такое, сок движения прекращено, и оно находится в печем состоянии. И для того, чтобы пока что не начался сок движения в сеянцах, мы его должны спрятать и убрать в холодильник, чтобы там не происходил у нас, ну, рост дерева. Если этого не сделать, то приживаемость саженца может сойти к минимуму, да и корневая система попросту засохнет. Когда мы здесь все это выкапываем и отвозим в холодильные кучи, то есть, так сказать, холодильники, укладывается, корневая система должна быть лежать вот так и засыпан снегом. Чтобы здесь, в верхней части, ничего в этом нет страшного. Главное, чтобы не рос корень. Сок движения он не даст. Он так и будет находиться, пока мы его оттуда не заберем и не пересадим в новую, так сказать, подготовленную площадь. Весна – это тот период, когда процесс приживаемости лесных растений наиболее высок. А перед посадкой необходимо правильно подготовить почву, убрать нежелательную растительность, пни и камни. В этом году в питомнике планируют сделать автополив. Все необходимое оборудование уже есть. Автоматика позволит улучшить качество посадочного материала. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. Березы, тополя и клёны. В Тамбове стартовала весенняя посадка деревьев. По улице Рылеева посадили больше 30 молодых березок. Ими заменили ясени, пострадавшие в прошлом году от изумрудной златки. Новым деревьям от 5 до 7 лет. Высота некоторых крупномеров доходит до 5 метров. В весенний период планируем посадить более тысячи деревьев крупномеров. Из них липы, березы, тополя пирамидальные, клёны, рябины. Большая часть новых деревьев появится на Мичуринской и в Покрово-Пригородном. На каждом объекте высадят более 100 тополей. А в мае в городе начнется посадка цветов. Качественное изображение в считанные минуты вместо кассеты со снимками, которые еще нужно проявить. Рентгенологи Мичуринской ЦРБ теперь работают, используя современные цифровые технологии. Все благодаря новому рентгенологическому комплексу. Он поступил в больницу в конце прошлого года в рамках нацпроекта здравоохранения. Как еще преобразилось учреждение, увидела моя коллега Юлия Савушкина. С недавних пор рентген исследования в Мичуринской ЦРБ проводят по-новому. Буквально пара нажатий на кнопки, аппарат настроен на нужные параметры. Остается только выбрать проекцию на компьютере. Еще мгновение спустя доктор получает готовый снимок прямо на экране монитора. Могу его уже увеличить в области, просмотреть пазухи. Получается, у нас лобная пазуха, она нормальная, гаймеровая, верхнечелюстная и коленовидная. Носовая перебородка, у нее без патологии. Мы, получается, их сбрасываем на флешки или на диски, цифровая запись. То есть все суперсовременные технологии доходят до нас. Проводить рентген исследования на современном оборудовании без лишних трат времени на доставку кассеты, проявление снимков медики Мичуринской ЦРБ получили в прошлом году. Новый цифровой рентгенологический комплекс начал работу в стенах здешней поликлиники в октябре 2023-го. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта здравоохранения. Из федерального бюджета на такую покупку выделили около 17,5 миллионов рублей. Например, сколиозы. То есть раньше мы, например, чертили все вручную, а теперь там это все в шаблонном сохранено. Это упрощает работу и позволяет принимать достаточно много пациентов в течение дня. Потому что раньше на аналоговых аппаратах лаборанты проявляли в лабораториях, а сегодня буквально одно нажатие за пять секунд снимок приходит. Преобразились в рамках нацпроекта и помещения поликлиники. При входе пациента встречает открытая регистратура. Она работает по принципу бережливого производства. Бережет в первую очередь время. Позаботиться о здоровье помогут врачи и медсестры. Любой пациент может, придя в поликлинику, выбрать нужного специалиста. Допустим, к примеру, пришли с ребеночком, попасть на прием к педиатру, записаться, выбрать свободный слот. Оценить изменения в больнице могут свыше 30 тысяч человек. Это как взрослые, так и дети, которые живут в Мичуинском муниципальном округе. Всем им помогают местные медики. Приобретение нового оборудования и укрепление материально-технической базы, конечно же, помогает повысить качество помощи, помогает повысить доступность помощи. Соответственно, пациенты, безусловно, тоже не могут на это не обращать внимания. Очень много положительных откликов со стороны пациентов, всего происходящего. И, соответственно, работа эта продолжается ежедневно, в том числе и работа по организации лечебного процесса. Чтобы медики могли добраться до самых отдаленных уголков округа, обновляют и автопарк. Учреждения есть здесь и целый медицинский комплекс на колесах, мобильный маммограф. Более доступной становится и, что называется, медицина рядом с домом. За последние годы в Мичуринском округе построили и открыли два современных фельдшерско-акушерских пункта. Еще один мановицкий фаб готовится к открытию буквально в ближайшее время. Также в Турмасово капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. Амбулатория в поселке Зеленый Гай сейчас готовится к капитальному ремонту. Три поколения рабочих в семье Мещеряковых – инженеры, сверловщики, слесаре-ремонтники и слесаре-монтажники. История этой трудовой династии на заводе «Комсомолец» началась еще в 1941 году, когда на предприятие пришла 16-летняя Мария Мещерякова. Позже работать сюда пришел ее сын, а вслед за ним и его дети. Тамбовский «Комсомолец» – одно из ведущих предприятий региона. Здесь производят емкости из коррозильно-стойких и углеродистых металлов для самых разных нужд. Роман Мещеряков – сотрудник с 16-летним стажем. Каждое его утро начинается с проверки реагентного оборудования и сосудов, работающих под давлением. Специфика работы связана с обслуживанием криогенного оборудования. Это работа с жидкостями, находящимися в крайне низких температурах, минус 190 градусов примерно. Работа Романа имеет немалую степень опасности и требует ответственности. В этих сосудах жидкий аргон, который необходим для сварки швов на нержавеющем металле и алюминии. Без него вся работа просто встанет. Поэтому можно сказать, что наш герой управляет сердцем этого производства. Жидкий аргон из сосуда поступает в этот теплообменник. Под действием атмосферы жидкий аргон нагревается, превращается в газ, согревается под действием окружающей среды. И уже по трубопроводу поступает непосредственно в цех к сварщику. Изначально свою жизнь Роман связал с совершенно другой профессией. Он был учителем истории в 28-м лицее, а позже пришел на завод. Производство ему было давно знакомо. В годы войны здесь трудилась бабушка Мария Дмитриевна. Также на комсомольце работали и его отец Сергей, и младший брат Николай. Моя бабушка Мещерякова Мария Дмитриевна пришла работать на завод в 16 лет. Это было в 41-м году. Бабушка работала сверловщицей механического цеха. Завод в это время работал на войну, выпускал продукцию военного назначения. Минометы, гранаты, стабилизаторы для авиабомб. После войны Мария Дмитриевна родила сына Сергея. Он, отслужив в армии, тоже пришел работать на Тамбовский завод. Сергей Петрович больше, чем за 20 лет своего стажа успел примерить на себя роли слесаря-ремонтника, слесаря-монтажника и инженера-проектировщика. Есть от родовой династии и ответвление. Еще одним ее основателем является родной брат бабушки – Александр Дмитриевич Тепляков. Насколько мне известно, работала его дочь на заводе, Теплякова Галина Александровна, которая являлась моей крестной. Потом еще работал внук, получается, и сейчас работает внук. Трудовая династия Мещеряковых – это хороший показатель стабильности и единства. Поколения тружеников сменяются. За родителями приходят их дети, они заменяют друг друга на рабочем посту, делятся опытом и передают знания. Полина Мотовникова, Николай Иванов, Данил Лычко, Область новостей. Глава области Максим Егоров дал старт всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» на территории Тамбовщины и призвал всех присоединиться к общему делу помощи ветеранам. Чтобы принять участие в акции, нужно лишь купить значок в магазинах-партнерах, на сайте благотворительного фонда «Память поколений», в Доме молодежи или у волонтеров. Все собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам России. Волонтеры закупят медикаменты, кресла-коляски, протезы. Значок «Красная гвоздика» – это символ благодарности всем, кто стоял за наше общее Отечество на полях сражений. «Примечательно, в прошлом году в данной акции на Тамбовской земле собрали денежных средств более 300 тысяч рублей, а если говорить позапрошлым годом, это было 140 тысяч рублей. Практически два с лишним раза было больше пожертвований денежных средств. Я приглашаю всех тамбовчан, гостей нашего города принять участие в данной акции». Акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня. Окопные свечи, медицинские носилки, личные аптечки и маскировочные сети. Уваровский кадетский корпус активно помогает военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения СВО. Как выстроена эта работа и чем еще школа поддерживает бойцов, узнал мой коллега Павел Юрасов. Хотим поблагодарить жителей села Куляговки, жителей Мучкапского района и кадетскому корпусу города Уварово за предоставленные нам маскировочные сети, окопные свечи, за строительные материалы и много-много чего другого. Спасибо вам большое, что вы делаете для нас. Победа будет за нами. Спасибо вам большое. Маскировочные сети в кадетском корпусе Уварово плетут с ноября прошлого года. Сейчас в холле школы стоит три станка, на которых плетут сети размером 3 на 3 метра. Принимают участие в этой работе и воспитатели, и родители учеников, но главная роль отводится самим кадетам. Кто-то приходит в перемену или остается после уроков, а кто-то, как, например, Ангелина, живет в корпусе и плетет сети в свободное от учебы и домашней работы время. Девушка плетет сети буквально каждый день на протяжении полугода. Этот инструмент, ну, своеобразные маленькие ножницы, чтобы с собой все время не носить, потому что очень быстро заканчиваются эти рулончики и очень быстро вот разрезать и всегда на шее, и всегда с собой. Я прохожу где-то половину сети за два часа, вот свободно, вот этот вот весь край. Вот. Ну, приблизительно 4-5 сетей в день мы можем плести свободно. Всего с ноября в кадетском корпусе сплели около 150 маск сетей, отлили 763 окопные свечи и собрали немало гуманитарной помощи. Волонтеры Уваровской школы помогают танковым подразделениям, артиллеристам, а также военнослужащим тамбовских частей. В госпиталь мы передавали все необходимое для лечения, в том числе и медикаменты, в том числе и постельное белье, и нижнее белье для военнослужащих. Также мы в госпитале передавали и стиральные машины. Для танкистов и артиллеристов мы металлопрофиль готовили, шансовые инструменты. Школьники продолжают ежедневно плести сети и отливать свечи. Также кадеты и их товарищи передавали военнослужащим личные аптечки, а одну из частей добровольцы отправили бензопилу. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ромазан Рушенгамедов, Область новостей. Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил мусульман региона с праздником Ураза-Байрам. Поздравляю мусульманскую общину региона и всех мусульман, которые проживают на территории нашей области, с праздником Ураза-Байрам и завершением месяца поста Рамадан. Тамбовская область многонациональная и многоконфессиональная. Здесь созданы условия для спокойного и безопасного проживания людей. Обращаясь к мусульманам, живущим на Тамбовской земле, желаю, чтобы светлый праздник Ураза-Байрам наполнил ваши сердца радостью. Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким. Тамбовский драматический театр готовит к выпуску спектакль по пьесам Михаила Зощенко. Премьера состоится 11 апреля. Постановка скомпонована сразу из трех произведений автора. «Преступление и наказание», «Корни капитализма» и «Свадьба». С предпремьерного показа репортаж Елены Хромовой. Припудрить носик и повторить роль. В гримерке артисты полностью прорабатывают образ. Надеваешь эту шляпку, платье. У меня еще здесь нет корсета, шубка. Сразу же хочется выпрямиться, хочется сразу показать шею, надеть украшения. Рукава, художница у нас прекрасная, она вот еще поработала. Здесь, наверное, не видно еще вот эти вот длинные рукава. И когда мы работали тоже, кстати, над ролью, рукава способствовали именно придумкам пластики, да, то есть какая-то такая грациозная пластика. И мне кажется, что костюмы нам очень помогли в этом. Декорация и костюмы – задумка не только режиссера, но и театрального художника. Эти костюмы создала Елизавета Егорова. Выражение авторской идеи мастер нашла в творчестве Павла Филонова, самого загадочного художника русского авангарда. Его полотна можно рассматривать под лупой, где каждый сантиметр – отдельно живущая картина. Мы взяли этого художника и сделали его как принт на наши костюмы. Мы заказали печать на тканях, причем мы заказали очень интересную печать. Где-то, допустим, у нас есть бархат, где-то вельвет, где-то костюмная ткань. И у каждого персонажа на костюме своя картина, свой принт, своя какая-то изюминка. Одну из ролей в спектакле исполнит Вячеслав Шолохов. Для него Зощенко – со студенческих лет любимый автор. Вот только играть его не приходилось. Поэтому для артиста это премьера вдвойне. Сложный, несмотря на то, что такой кажется веселый и смешной, и читается легко. Но одно дело, когда читать, а другое дело, когда попытаться все это делать в действии. Мы пытаемся присвоить себе текст. Это будет такое хорошее хулиганство в рамках. Потому что бывает такое настроение, когда хочется подурачиться. Но подурачиться, соответственно, в каких-то пределах. Поэтому мы надеемся, что это будет весело. Не только нам, нам уже весело, но еще и с другой стороны зрителям тоже это понравится. Отдельное внимание заслуживает сценография. Декорации на сцене достаточно сдержанны и немногословны. Отчасти они напоминают карусель, отчасти арену цирка. Но на самом деле это коммунальная квартира. Серые стены, которые разбавляют самые главные акценты и детали спектакля. Это живописные полотна. Все истории в спектакле переплетены и объединены одним местом действия. Все происходит в сюрреалистическом пространстве. Декорации почти готовы, гости собравшись. Но молодых-то наших все нет. А пущай хоть совсем не являетесь. Вот мое родительское слово. Я стою против таких свадеб. Три дня знакомые. Здравствуйте, пожалуйста. Вдруг муж и жена. Сам по себе язык очень смешной. Он очень интересный, очень своеобразный язык того времени. Такой переходящий из Мещанского в какую-то литературную основу, такое искусство. Вообще у него потрясающий язык. Стиль, язык автора. На сатирические сочинения автора в режиссерском прочтении Сергея Ильина и актеров Тамбов театра можно будет посмотреть 11 апреля на премьерном показе, который состоится на малой сцене Театра кукол в 18.30. Елена Хромова, Олег Осипов, Данил Лычко. Область. Новостей. Дети, все уже собравшись. Только молодой в парикмахерской шагирову завевает. С 12 апреля в Тамбове стартуют пассажирские перевозки к дачным участкам. Первыми на линию выйдут автобусы по одному из самых востребованных дачных маршрутов. Номер 108 – магистральная Чистые пруды. Об этом сообщили в администрации города. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте в Телеграм и группах социальных сетей. Всего доброго и до встречи!